Друзья, привет! Я ИСИ в прямом эфире, потому что сегодня среда. Это 20 часов Екатеринбургского времени, традиционный наш, очень уже, как мне кажется, привычный для подписчиков, выход в прямой эфир. Мы всегда в это время встречаемся с кем-нибудь в Инстаграме. И вот сегодня я приветствую уже, во-первых, всех, кто с нами, во-вторых, я хотела бы сейчас пригласить к нам в прямой эфир свою подругу и коллегу. Да, вот. Извините, друзья, это нелегко, но я стараюсь. Я стараюсь сейчас пригласить в прямой эфир свою подругу и коллегу из Парижа, буквально из города Парижа. Да, так я же ее пригласила, да? Так. Не могу пока разобраться. Простите меня, пожалуйста, дорогие гости. Так, я сейчас должна пригласить в прямой эфир. Так что-то у меня не получается. Я хочу пригласить в прямой эфир Софью Чуйкину, она сегодняшний наш гость. Но пока у меня не выходит это. Так, мы сейчас что, должны просто дождаться, пока она примет наше приглашение. Вот они, поколенческие различия. Вот она, виртуальная реальность. Мы вообще-то ведем... Так, тут у меня дочь стоит напротив и пытается мне помогать. Но пока... Но Сони пока нет. Вот Ксения, ясно. Да. Друзья, пока Соня еще... Она должна получить мое приглашение и откликнуться на него, да, принять его. Но пока ее еще нет сейчас. Я все-таки хотела бы подчеркнуть, что мы проводим эти прямые эфиры. Не уходи далеко. Эти прямые эфиры в рамках медиапрограммы нашего симпозиума. Мы начали очень давно, 27 января. И в это время мы даже не ожидали, честно говоря, что будет столько интереса. Причем с разных сторон. С наших сторон, с нашей стороны и интереса со стороны тех, кто участвовал в нашем эфире в качестве гостей, в качестве зрителей. Это оказалось, на самом деле, очень интересно, инновационно. И, о чудо, с января прошло много времени, много воды и эфиров утекло. И вот уже в конце сентября мы наш симпозиум проводим как апофеоз вот этой подготовки. 28, 29 и 30 сентября состоится наше событие. О, к нам присоединилась Соня, но она присоединилась к нам в роли... Вот, отправила запрос на... Так... Так все получается, и сейчас мы можем увидеться. Но пока я жду, я хочу сказать, что... О, Соня, привет! Привет! Наконец-то мы вместе в новом эфире. Я как раз говорила про то, что мы эти уже эфиры проводим с января. И сегодня, если не ошибаюсь, 25-й вот такой вот эфир. И для меня это быстро прошедшее время, но время очень и очень густое, такое насыщенное. Очень много информации, эмоций, много тем и разговоров. Было совершенно замечательно. И сегодняшний эфир, а еще в следующую среду эфир, и уже состоится наше событие, которое пройдет как минимум в гибридном формате. Но я надеюсь, что оно же состоится и оффлайн. То есть онлайн обеспечено, но оно, может быть, будет и оффлайн. И хочу сказать, что у нас есть два партнера. Это Уральский институт управления Ранхикс. На их площадке тоже будет один круглый стол. А еще у нас есть партнер, это кинокультурный центр Омега. Яси расположена, Соня, это я прям специально для тебя говорю. Яси расположена на Уралмаше. Ну, Уралмаш, слово ты наверняка слышала. Да. Это отдаленный район Екатеринбурга, но очень интересный и важный для нас. И появляются другие игроки на этом прекрасном культурном поле. Вот в частности наши, уже можно сказать, друзья и товарищи. Кинокультурный центр, там премьер-зал Омега, находится на глубоком Уралмаше. Люди интересуются и продвигают культурные проекты. И вот мы у них будем проводить пленарное заседание. Вообще, мы в Яси экспериментируем. У нас пленарное заседание или секционное заседание проходит в кинотеатре. И мы вообще этому очень рады. Ну, вот в кинотеатре. Вот такое вот выводство. Такое кино. Да, это, кстати, настоящее кино. Итак, друзья, это медиапрограмма симпозиума ЕСИ «Городской патриотизм. Экономика, политика и культура локальных перемен». Как всегда у нас гость. Как всегда это прекрасный, очень интересный гость. Сегодня это Соня Чуйкина. Соня, пожалуйста, сначала расскажи, кто ты, откуда ты? Да, здравствуйте. Очень рада всех вас. Никого не вижу, но всем очень рада, конечно. Конечно, вот я в России защитила кандидатскую диссертацию по социологии. Я вообще по специальности социолог. Потом так получилось, что я переехала во Франции. И я там работала и в области социологии, и в области словистики. Но закрепилась в области словистики. То есть это исследование России. Как бы это социологические исследования, но с акцентом на Россию. И я работала 4 года в Авернии, регион Авернии, город Клермон-Ферран. То есть это город, 300 с чем-то тысяч жителей, столицы региона Клермон-Ферран. И с 2012 года, то есть это было давно, а теперь с 2012 года, по настоящий момент, я работаю в университете Париж-8. Но он только называется Париж, а находится он в 93-м округе региона Аль-де-Франс. То есть это наши веселые пригороды, где живет, так сказать, веселая молодежь, которая учится в нашем университете. Это очень важно, потому что мы как раз сегодня будем говорить, я хочу это предложить, и мы немножко это обсуждали. Тема месяца у нас каждый месяц какая-то, ну, немножко мы фокусируемся. И тема месяца, поскольку начался учебный год, третья миссия университета. А дорогие наши слушатели, зрители, когда я Соню попросила прокомментировать, ну, мы готовились к эфиру, что такое третья миссия университета, то Соня мне смело скажет, что она первый раз слышит об этом. Но сейчас в России эти разговоры очень популярны, и я хочу у тебя ввести в курс дела, моя дорогая, что третья миссия университета – это как бы влияние на общество. А вот первое – это образование, второе – это наука. Вот в этом контексте можно ли говорить, что французские университеты, французские вузы вообще, ну, европейские можно шире, ну, французские, да, давай, а твои, что они, кроме образования и науки, мыслят себя еще как-то где-то или нет? Ну, безусловно, то есть я, подготовившись к эфиру, набрала на французском языке третья миссия университета. Такая специализированная литература существует, это переводная в основном с английского языка. Вот, то есть мы действительно не используем, редко используем это слово третья миссия, хотя в кодексе образования в разделе миссии университета под номером три значится как раз социальная мобильность студентов, интеграция студентов, влияние университета на общество. То есть у нас она тоже есть, но мы об этом просто, может быть, не так часто говорим. Но разговоры о связи университета с территорией, то есть с нашим любимым 93-м округом региона Эль-де-Франс, то есть разговоры о связи университета с территорией, они ведутся постоянно. И существует довольно много требований со стороны Министерства образования о том, чтобы мы включали связь с территорией во всю свою деятельность. Например, вот когда я была там директором магистрской программы, одной я, когда писала отчет в Министерство о деятельности программы, то там был пункт связь с территорией, то есть я должна была заполнять. Поэтому, соответственно, это просто-напросто требование. Ну а отношение к этой идеологии о том, что университет должен быть связан с территорией, довольно, я бы сказала, зачастую негативное со стороны преподавателей университета. Ну то есть, вернее, мнения расходятся. То есть об этом много дискуссий, но это не воспринимается однозначно позитивно. То есть это тренд, который существует, ну, годов во Франции не так давно. То есть сама вот эта идеология, то, что университет должен функционировать как предприятие, оно, конечно, началось где-то чуть-чуть в 80-х, как идея. А реализовываться во Франции она начала с начала 2000-х годов. И у нас прошла реформа во время Саркази, когда Саркази был президентом автономии университетов. То есть стали говорить, что университеты должны больше зарабатывать. Вот именно в этом контексте стали очень много говорить о связи с территорией. То есть университет, который или является экономическим агентом и развивает какие-то стартапы, и, соответственно, создает рабочие места на территории, или как бы оказывает какие-то услуги территории, или самим своим присутствием развивает территорию. То есть это все во Франции как бы привязано к идее относительно автономии университета и необходимости для него самостоятельно зарабатывать. А вот к необходимости самостоятельно зарабатывать отношение достаточно негативное, потому что это заставляет нас интересоваться сиюминутной конъюнктурой и отвлекает нас от более общих вопросов науки и образования. Более стратегически долгосрочных, фундаментальных вопросов, скажем. Ну, вообще-то так и есть. Или хотя бы можно было это как-то сепарировать. Кто-то занимается вот этими триминутными вопросами зарабатывания денег, а кто-то вот о вечном, о научном и так далее. Ну, вот это и происходит. Происходит раскол университетского сообщества. Кого-то, грубо говоря... То есть у нас в университете в связи вот со всем этим создается сейчас очень много программ таких полезных. То есть, предположим, магистрские программы, которые считаются полезными, и они готовят реальный университет студентов к рынку труда. Вот реально. То есть не вообще знания, а что-то конкретное. Но, по сути, эти программы им, как многие преподаватели считают, скорее место было бы в бизнес-школе. Вот. Но поскольку на бизнес-школу у студентов многих денег нету, а университеты... От них ждет государство и правительство, чтобы они готовили университет к рынку труда, то возникает такой компромисс. То есть университет открывает полезные программы, и какие-то преподаватели соглашаются на них работать, а другие совершенно не соглашаются на них работать. Вот. И преподаватели, которые соглашаются на них работать, и я была в их числе, вот, они взаимодействуют с миром бизнеса, с предприятиями региона, ходят на встречи там с ними, отправляют студентов на стажировки на эти предприятия. Ну, то есть это по-своему интересно, но, конечно, это не совсем то, как мы раньше представляли университет, да, где фактически университет – это место обмена идеями. Да, профессор обменивается со студентами идеями, да, говорится об идеях. А здесь это идет подготовка к рынку труда конкретно. То есть то, что раньше во Франции делали там разные там эколь, но не университеты. То есть это вызывает, конечно, смешанные чувства. Ну, я поняла из твоего рассказа, что ЕСИ в тренде, в таком вот европейском тренде, приятно думать об этом, потому что мы, жутью, конечно, конечно, ЕСИ – это такой вуз, который вот эту политику прикладную с самого начала провозгласил и действует в этом направлении. Более того, я и сама думаю, что должны быть вузы, у которых специализация не, собственно, академическая. И как раз мне кажется, что обмен идеями может быть не обязательно теоретизированным. Это обмен практическими идеями, потому что идея про то, что вначале было слово, она для практиков, для сферы культуры, что мы же для культуры, стараемся, работаем для учреждений, для культурных институций разных, и государственных, и муниципальных. Там тоже сначала эта идея возникает, уже потом мы двигаемся к ней. Я, конечно, шучу насчет того, что мы в европейском тренде, но для нас это конкурентное преимущество очень важное. И вот я начала эфир с того, что при организации научного события у нас есть два партнера. Это один вуз, это нормально иметь вуз партнером в научной конференции, а второй – это кинотеатр. И, по-моему, клёво, что в кинотеатре нас услышат, и что мы тоже придём в этот кинотеатр с другой эмоцией какой-то. Но это я вот про бизнес-ориентацию. А скажи, когда ты писала отчёт по связи с территорией, что там могло быть? Что ты могла написать? Может быть, ты помнишь? Или вообще просто как это может быть? Интересно мне, как это связь с территорией? Конечно, ещё бы я не помнила. То есть у нас… Ну, короче говоря, там есть одна магистрская программа, она называется «Менеджмент внешней торговли на трёх языках». Значит, для Франции, вообще для Франции, для французского государства очень важна внешняя торговля, потому что внутренний рынок заполнен, и очень много такой особенной инновационной продукции выводится на внешние рынки. Причём, когда я говорю про инновационную продукцию, я не имею в виду какие-то крупные корпорации, там достаточно много маленьких инноваций. И во всех университетах Франции, ну, во всех я не знаю, собственно, но в Париже, во всех существующих, в нескольких университетах существуют и такие аналогичные программы, потому что на этот рынок реально устроятся на работу, и студенты действительно устраиваются. Вот могу сказать, наши люди, получающие у нас дипломы, действительно потом устраиваются на работу. И вот у этой программы было партнёрство с ассоциацией предприятий, работающих в сфере внешней торговли, предприятий, которые зарегистрированы вот в этом 93-м округе. То есть эти предприятия как бы курировали нашу программу. То есть они, например, приходили к нам читать, ну, это не лекции, это такие рассказы о профессиональной деятельности, типа как делать карьеру. Они читали самые лучшие работы наших студентов, то есть самые лучшие дипломные работы наших студентов, и самые лучшие работы присуждали почётную грамоту и даже денежную премию. Потом они как бы помогали нам в устройстве студентов на стажировки, то есть студентам... Там во Франции обязательно стажировки. Кстати, не только на этой бизнес-программе, вообще абсолютно на всех любых программах, даже по философии, там обязательно должна быть стажировка на предприятии или в организации какой-то. То есть вот. И эти предприятия помогали нам устраиваться. И раз в год они организовывали такой сейшн, то есть такой вечер, который обязательно организовывался не в Париже, а именно в каком-то пригороде. И, как правило, в каком-нибудь скульптурном кластере такое какое-нибудь здание, ну, знаешь, типичное из кирпича, там, которые переделали во что-то модное. Там, я помню, один раз фирма Ермес, которая вот эти шарфики делает, там оно вот перестроило какой-то завод, и там в большом зале устраивалась такая большая вечеринка, где присутствовали представители разных вот этих магистрских программ, которые студентов готовят для внешней торговли, присутствовали студенты-лауреаты, которые претендовали на какие-то премии, потом приходили какие-нибудь представители мира бизнеса, которые в течение часа нам рассказывали про что происходит нового вот в, собственно, нашем округе в плане бизнеса, то есть что там вообще, какие новые тренды. Мы там тоже делали небольшие, типа, докладики, как там проживает наша программа, потом был фуршет, там вино и так далее. И, ну вот я ходила там, сколько я там занималась, там четыре года подряд, я ходила на эти встречи, ну, в общем, ну как, было очень интересно, ну, во-первых, хотя бы посмотреть, что такое, как бы, мир бизнеса, потому что это ассоциации, это маленькие предприятия, в которых работает по несколько человек, и зачастую это такие семейные предприятия. То есть, предположим, дедушка изобрел какую-то гайку, продавал ее во Франции, сын там стал ее продавать по Европе, а внук уже хочет выйти на рынки Индии и Китая, то есть, соответственно, им нужна какая-то помощь, поддержка специалистов, экспертов по выходам на внешние рынки, то есть, вот они это все делают, и они, это очень скромные люди, такие очень работящие, вот, ну, им нужны новые кадры, а наши студенты, вот, на стыжовках, когда они там помогают им, как бы, делать, как бы, что-то на этих новых рынках по интернету, там они выясняют, как там обстановочка в стране, вот, ну, вот такие вот вещи, то есть, ну, как бы, честно говоря, с моими научными интересами это абсолютно никак не связано, мягко говоря, но чисто по жизни, то есть, конечно, мне было интересно, достаточно любопытно на это все посмотреть, да, но у нас студенты, само собой, были очень довольны этим всем. Слушай, вот из того, что ты говорила, это такая писательная, да, вещь, а это как-то измеряется или не нужно измерять, вот, типа, эффективность работы с территорией, просто работа с территорией? Ну, у нас вот во Франции, кстати, в отличие от многих других стран, у нас не очень принято вот эти все измерения, но, нет, ну, у нас есть там, не знаю, сколько студентов устроилось на работу, там есть какие-то цифры, конечно, но, ну, на самом деле, ну, во всяком случае, у этой программы никаких проблем нет, туда каждый год 400 человек подает, а берем 40, то есть, там, там рвутся как бы люди туда, на работу устраиваются тоже довольно многие, то есть, просто там нет проблем со статистикой, может быть, где-то есть эти проблемы, а там именно нету, вот, но за счет этих программ живет университет, потому что, понимаете, есть какая-нибудь там программа, я не знаю, по лингвистике, там пришло 5 студентов и учатся лингвистике, да, а тут на эту программу там идет, не знаю, десятки студентов, то есть, если, чтобы, если университет хочет поддерживать дисциплины, которые, ну, не полезные, то он должен тоже иметь и полезные, вот, то есть, что я хочу сказать, вот у нас, вот эта связь с регионом, она касается именно таких социальных вопросов, то есть, вот, как бы, вот у нас, например, есть разные факультеты в нашем университете, есть факультеты, которые вообще известны на всю страну, например, там, история театра, психоанализ, философия, там, может быть, политические науки, то есть, вот, туда поступают студенты, многие даже из Парижа, просто обычные студенты подают даже по конкурсу, там как-то проходят, и они, конечно, про связь с территорией не думают, ни преподаватели, ни студенты, потому что их амбиции это Париж и вообще покорение глобального мира, вот, связь с территорией, тут о другом речь, тут речь идет о том, что есть люди, которым не так просто вообще пробиться, не так просто получить диплом, у них не такая хорошая подготовка, стартовые условия не очень хорошие, и нужно сделать программы так, чтобы эти люди смогли быстро адаптироваться к рынку труда, выйти на него, да, то есть, это первое, и второе, то, что университет, ну, у него тоже недостаточно дотации, ему тоже нужно как-то вот на эти дела можно получить деньги, то есть, понимаете, вот это все, то, что касается общества, то, что касается связи с обществом, это всегда касается каких-то проблемных аспектов нашего существования, не самых престижных наших программ, а самых полезных наших программ, скажем так. Я поняла, это очень интересно и, безусловно, необычно, безусловно, потому что наши разговоры в России о третьей миссии университета, они, во-первых, пока только начались, ну, или относительно недавно начались, во-вторых, они, конечно, пока абстрактны и даже теоретизированы, да, скорее, чем имеют уже какие-то примеры. Я могу сказать определенно, что случаи развития территорий за счет вузов, они были в советское время. Вот Свердловск, так раньше назывался Екатеринбург, вот имел этот огромный промышленный район, Арджинкидзевский район, где Уралмаш и Эльмаш расположены. И в 60-е годы огромный педагогический институт, который тогда был в Свердловске, его запланировали создать для него, ну, типа, кампуса, да, то, что такая была идея кампуса, прям общежития, учебные здания и так далее. И хотели это сделать в юго-западном районе, друг в спальном, а потом передумали, решили, что они разбавят рабочий арджинкидзевский район индустриальный как раз пединститутом. То есть идея про то, что это может повлиять на территорию, но с другой стороны, не так, как ты рассказываешь, что это связь с бизнесом, а, скажем так, это влияние на то, кто ходит, что думает, как ведет себя. Вот эта идея была, оказывается, еще в советское время. Я удивилась этому и решила, что, да, тогда пединституту никто не сказал, что это и была третья миссия, которую он выполнял, но сам-то не был, и он ее полностью выполнил, да. Это было очень-очень давно. Соня, ну, а вот, конечно, студенты разные, и университеты разные, да, и в Париже разные, они везде разные, и в России, безусловно, тоже. Студенты в основном идут зачем? Они идут, чтобы прямо получить профессию, вот эту полезность, они идут за социализацией. В России очень много студентов, которые имеют мотив такой, ну, такая колея образовательная, то есть учили в школе, а куда еще-то пойти? Рынок труда в России совершенно, как сказать, не готов, он закрыт для тех, кто не имеет образования, опыта работы и так далее. Или студенты, то есть вот я тебе перечисляю те мотивы, которые я вижу, это действительно какую-то получить профессию, диплом, пойти работать с этим, это социализация, просто я дальше учусь, там что-то делаю, да, перетекаю из школьного класса в университетскую аудиторию, или еще мотив это потусить, то есть коммуникация, а французские студенты зачем идут? Хорошо, я, может быть, сначала прокомментирую то, что я сказала про Пет-институт, ладно, потом про студентов. Дело в том, что, ну, я просто изложила с точки зрения университета, как выглядит вот эта тема, но можно изложить это с точки зрения региона, то есть у нас то же самое вот в Париже очень популярная идея децентрализации культурных учреждений и образовательных учреждений, например, у нас из Парижа вынесены театры, очень многие, то есть самый лучший театр, самый авангардный находится сейчас вокруг Парижа в пригородах, потом, например, крупные научные лаборатории, сейчас тоже выносятся за пределы Парижа, некоторые, ну, многие образовательные учреждения, то есть это как раз связано с тем, чтобы вот эти вот, в этих пригородах были разные люди, да, то есть чтобы там были и люди, которые там живут в дешевом жилье, и люди, которые приезжают туда работать, вот, и там, например, создаются культурные кластеры, вот, в этом же самом 93-м департаменте, там одна из его спецификов, это то, что там создавали с помощью региона, это была государственная, ну, региональная политика, то есть создавали культурные кластеры, которые работали в сфере кино, аудио-видео, вот, и, собственно, была дешевая аренда, и делали все, чтобы эти предприятия туда переехали, там сгруппировались, но возникали тоже проблемы, потому что эти предприятия земли, выстраивали там свое, там, здание, обносили его высоким забором, и они как бы въезжали за этот забор, туда же им привозили кофе, все, то есть они не ходили в какие-то кафе, потом выезжали за пределы этого забора, вот, и так далее, то есть если смотреть с точки зрения региона, понимаете, региона, округа, они вообще многое делают, чтобы был смешанный округ, да, чтобы там были разные люди, разные виды деятельности, чтобы налоги платили, разные виды налогоплательщиков, то есть университет, это только небольшая часть этого, то есть это то, самое, вот то, что ты сказала про Пет-институт, да, просто это тоже все есть, просто можно смотреть с точки зрения университета, да, можно смотреть с точки зрения региона, политики региона, политики округа, то есть по-разному, вот, значит, насчет студентов, у нас есть очень разные категории студентов, ну, я бы выделила три категории студентов, у нас разные, значит, первая категория студентов, это те, которые, собственно, выросли в этом округе и учились там в школе, То есть среди них очень много людей, скажем, из не очень богатых семей, в том числе из семей, у которых родители, допустим, были мигрантами, сами они, возможно, во Франции закончили школу, но они из таких субкультур, каких-то арабских субкультур, африканских субкультур. У нас очень много студентов в хиджабах, например, они учатся на факультетах самых разных французского языка, педагогики, социологии, то есть они идут по принципу, ну, более-менее, это вот то, что назвала колея, то есть они там закончили школу, если им удалось поступить, то есть, ну, там нет вступительных экзаменов, но есть просто некоторые ограничения, ну, допустим, и дальше они поступают. То есть это реально люди из этого, вот с этой территории. Это первая группа. Это такой массовый как бы студент, вот я бы сказала, массовые студенты, ну, это как бы целевая группа, в общем-то, этого университета, так сейчас получается. Вторая группа – это студенты, которые я бы обозначила из Парижа, но они, естественно, могут быть там хоть из Леона, хоть из Марселя, но я имею в виду, что они не из этого округа. И для них они идут в этот университет, потому что там есть, например, какой-то факультет, который их реально привлекает. Но это очень часто, у нас просто очень хорошее гуманитарное, то есть у нас очень много искусства, философия, у нас там есть, я не знаю, всякие видео, фотографии, факультет фотографии, факультет театра. То есть у нас там вот это вот, естественно, это совершенно другие студенты, то есть они другого плана, это просто, это выбор, да, то есть там и потусоваться, но там и амбиция, да. Вот. И есть иностранные студенты. То есть у нас университет, ну, отличается тем, что у нас много очень иностранных студентов и довольно много иностранных преподавателей, иностранцев-преподавателей. то есть это такое отличие, вот, и эти группы, они, ну, взаимодействуют, но я бы сказала, что там есть, конечно, некоторый разброс по факультетам все-таки, вот, так что, значит, и дальше мы можем видеть разные ориентации, есть ориентация вот, ну, изменить мир, что-то сделать действительно новое, новаторское, там есть масса инициатив студенческих, конечно, все новые моды там находят отзвук, там феминизм, там разных волн, экология, там всяческие борьбы с капитализмом, с неолиберализмом, с чем еще там у нас борются, ну, с реформами государственными, ну, в общем, очень много вот этой борьбы там самой разной, то есть групп, вот, они такие вот как бы революционные студенты, да, а есть студенты, вот, кстати, зачастую вот из нашего, которые из нашего округа, они все-таки ориентированы на, я бы сказала, личностный рост, то есть они ориентированы на то, чтобы получить диплом и куда-то пристроиться, и вот у нас, знаете, бывают проблемы такие, что у нас, например, какая-то часть людей вот реально хочет бороться, например, заблокировать университет и стоять там со знаменами и бороться, а другие студенты приходят и говорят, мы не хотим, дайте нам учиться, у нас, мы не хотим терять время, у нас, то есть они, например, берут кредит на учебу, они вовсе не хотят, чтобы полгода университет был закрыт, то есть они торопятся, они вообще, ну, как бы, им лишь бы как-то, лишь бы выжить, потому что они работают, то есть люди, у них денег нет, они одновременно работают, одновременно учатся, ни минуты свободны, то есть люди там реально ради учебы многим жертвы, да, то есть это, вот, ну, а иностранные студенты, они вообще очень разные, то есть эту категорию я не буду описывать, они просто, ну, приезжают учить французский или приезжают просто во Францию, решили переехать, еще чего-то так, ну, там болтаются, скажем так. Как интересно, я хотела спросить дальше про то, хотят ли студенты менять город, используя университет как инструмент, но, оказывается, некоторые из них хотят менять мир, используя университет как такой инструмент, как канал, да, для того, чтобы, ну, как-то проявить себя и заявить о себе, да, как бы громче заявить о себе, правильно я поняла, что вот такое бунтарство, это через университет можно усилить, да, не для всех студентов, но для некоторых, да? Ну, университет дает самые разные ресурсы, то есть, естественно, на базе университета там есть какие-то организации, ассоциации, студенческие профсоюзы, там даже, кстати, есть бизнес-инкубатор, вот у нас есть там студент, который хочет, например, реализовать социальный проект в регионе, он может попросить финансовую поддержку, экспертную поддержку, чтобы ему там объяснили, как это все открывает предприятие, даже помещение дают там в одном из зданий, вот, у нас есть тоже ферма при университете, там выращивают мед, там выращивают какие-то экологически чистые, там не знаем что, то есть, а потом это все продают на каких-то ярмарках, то есть, там, ну, грубо говоря, можно себя проявить, то есть, там есть просто университет, ну, дает ресурсы, да, это важно. Вот. Очень интересно, я дальше хотела понять, вот что, на уровне, ну, буквально технологии, потому что я не знаю, как это, и элементарно какие-то вещи, которые, вот, то, о чем ты сейчас говоришь, мы же не знаем, как это бывает, повседневность, вот это детали, да, из них складывается картина, потому что можно прочитать научную статью про то, как работают французские университеты, а можно вот понять, да, что мед тоже производится. Я в позапрошлом году работала в Егеновском университете в Кракове, и меня тоже поразило, что часть университета, ну, не то чтобы самой сильной, но частью важной является виноградник, на котором делают вино, и это вино, оно используется для презентационных целей, и вот мы были на дегустации вина, это часть университета, и это вообще-то интересно очень, да, поэтому вот из каких-то маленьких, очень интересных нюансов и видна картина, да, вот эта общая картина. Я, говоря со студентами очень часто про город, мы, поскольку ЕСИ вуз муниципальный, нас финансирует город, а не государство, то, конечно, фокус нашего внимания – это часто город, и нередко Екатеринбург, но не всегда Екатеринбург, потому что мы считаем, что, ну, в науке в частности, мы считаем, что, конечно, нельзя анализировать только Екатеринбург, ну, как кейс можно, но этого мало, поэтому мы пытаемся то, что происходит в Екатеринбурге, ставить в какой-то контекст, глобальный, например, контекст. Я часто рассуждаю со студентами про уже ставшую метафорой идею Андри Лефевра, французского социолога, про право на город. Конечно, у него там много разных прав, и потом это всё проросло уже за эти больше 50 лет, он 55 лет назад, в 66-м году, легко запомнить, я родилась, я помню некоторые вещи, Дюргейм умер в 17-м, была революция, или вот Лефевр в 66-м, в общем, с биографией связано, да. Так вот, за эти 55 лет, конечно, идея родилась, проросла, и много деталей и прочее, но вот именно как метафора это можно принять даже на, ну, это даже для обывателя, понятно, право на город. Французские университеты, твой университет, ты лично, во время преподавания вы что-то делаете такое, чтобы учить распоряжаться городом как своим ресурсом, распоряжаться городом как общим капиталом. Вот есть такой акцент или его нет и не надо? Ведь все же университет – это урбанистическая история, да, университет, территория, регион, город, вот мы сейчас вокруг этого говорим, очень интересно, я поражена, насколько некоторые вещи совпадают, о которых я думала, это очень классно, но вот учим ли мы этому праву на город? Или не нужно, невозможно и так далее? Ну, тут разные тут вещи, можно сказать, то есть, во-первых, конечно, французский народ, не нужно учить строить баррикады, то есть он совершенно как бы с детства, то есть там этому как-то обучают они в других местах и как бы не теряют этого навыка в университете, поэтому, конечно, тут уже можно ничего не прибавить, не убавить, вот, то есть там революционность, она просто принята, да, в целом вот в этой стране, вот, это первый момент. Второй момент, что, конечно, у таких теоретиков, вот, захваты городского пространства, как Гидебор, да, с его психогеографией, там, Лефевр, там, там, разные ситуационисты, критики общества потребления, там, все вот это, конечно, сейчас уже изучается, да, это уже как классика какая-то, то есть, конечно, на факультетах социологии это все изучается, но, а чему мы учим, конечно, то есть на самом деле мы-то как раз учим студентов, чтобы они себя хорошо чувствовали как бы в разных местах, да, потому что, вот, я не знаю, как, вообще во Франции считается, что высокий социальный статус, он неразрывно связан с освоением пространства, пространства, да, широкого пространства, вот, если мы возьмем, то есть, кто, например, осваивает квартал, там, культурная индустрия по кварталу, осваивает там дети, старики, да, то есть и люди, и вообще маломобильные люди, только высокомобильный человек, он поедет в центр города, он поедет в другой город, в другую страну, то есть, чем выше социальный статус, тем больше пространственный охват, это совершенно очевидно, поэтому, так уж, если говорить, основная цель – это отправить студентов куда-нибудь на стажировки за границу, то есть, этим занимается международный отдел, то есть, чтобы они ездили там по Эрасмусу, чтобы они ездили там по еще каким-то программам, да, то есть, как раз важно, чтобы они не сидели там, потому что, как бы там сидеть, они могут и без университета, вот, поэтому здесь я бы сказала, что амбиция, с одной стороны, направлена на то, чтобы они вообще были мобильны, социально-мобильны, географически мобильны, высокомобильны, да, то есть, это, кстати, непростая задача, в принципе, вот, но вот есть такой момент, что некоторые студенты, которые родились и учились в школе и выросли вот в этом 93-м округе, они вообще плохо знают Париж, то есть, на самом деле, они зачастую не знают, я, например, с ними говорю про какие-то места в Париже, они никогда не слышали, то есть, я вот хожу, например, в какие-то театры, они о них никогда не слышали, то есть, там есть какие-то, предположим, культурные индустрии, мы с ними тоже там изучали какие-то там вот вещи, многие, а им просто неизвестно, понимаете, то есть, они живут, студенты сейчас зачастую все-таки очень много в виртуальном пространстве проводят, вот это же новое, да, то есть, то, что очень много в виртуальном и, как бы, нужно, вот, на самом деле, амбиция, чтобы, может быть, они знали бы Париж, да, но у меня просто студентов довольно много русских, то есть, я работаю на словистике, у меня достаточно много студентов, как так или иначе, связанных с постсоветским пространством, и они, конечно, другие, потому что это люди очень амбициозные, очень высокомобильные, то есть, да, но вообще у нас, конечно, амбиции преподавателей, они лежат, как бы, за пределами этой территории, то есть, они лежат где-то, мы, как бы, сказать, мыслимо всемирно, глобально, вот, вот так. Да, это очень интересно, потому что, конечно, вот эти разные группы студентов, о которых ты выше говорила, они, очевидно, и разным уровнем капитала социального обладают, и, может быть, такая социальная смелость у них различна, чтобы куда-то ехать, а насчёт того, что студенты много и продуктивно живут онлайн, это, конечно, для нас, для любого преподавателя университетского, ну, скажем так, какого возраста, как мы можем с тобой сказать о своём возрасте? Не молодого, так я не хочу говорить. Мои дети говорят мне всегда, пожилые родители, пожилая история и так далее, я тоже не хочу говорить. Ну, короче, кого-то, кто ещё печатал на машинке, вот так. Да. Да, вот. Я, например, свою диссертацию печатала на компьютере, а мой муж, который годом раньше изучался, он ещё печатал её на машинке, поэтому можно смело сказать, что мы поколение пишущих машинок, да, скажем так. Вот это поколение мы, конечно, смотрим и думаем, неужели это возможно, когда всё оффлайн, да, обретает определённую форму онлайн, и мобильность там тоже есть, она вот такая виртуальная мобильность, да, когда у тебя есть успехи, достижения, у тебя может быть план определённый, и вполне продуктивно ты его достигаешь. Меня это приятно поражает и радует, удивляет, и является объектом моих, ну, как это сказать, размышлений. Да, ну, конечно, далеко не все студенты так делают, и тоже у нас с Соней тоже, конечно, очень разные студенты, это нормально, да, как говорится, студенты как люди разные, да, и продаватели уже как люди разные. Да, это так. Я хотела ещё спросить вот про эти протесты и про разность студентов. Очень интересно, что одни хотят протестовать, а другие нет. У нас тоже так бывает иногда, ну, вообще всегда находится группа студентов, которые разрушают, да, что-то, ну, как бы они разрушают, революционизируют, хотят из этого сделать что-то новое. И те, которые поддерживают традиции мирные, тихие такие, в любой среде, да, это существует. Но вот я ещё хотела спросить, как внешне это выглядит. Как выглядит университет в 93-м округе? Что вокруг? Как ведут себя студенты? Как они мимо идут? Стоят ли они, курят ли они рядом? Ходят ли они в близлежащие рестораны? Вот те, которые приезжают из Парижа, например, или те, которые, поступив в университет, скажем, иностранные студенты, они тут арендуют жильё. Как они именно включаются вот в эту территориальную повседневность? Вот есть корпус университетский и какая-то инфраструктура рядом, да, что даёт вот буквально соседним улицам университет. Рабочие места, потому что студентов надо кормить. Увеличение. Я вот приведу такой пример. Вот в регионском университете в Кракове тоже много корпусов. Это огромный университет, там несколько тысяч студентов. И там увеличено время зелёного сигнала светофора в такие часы, когда есть перерыв обеденный, потому что толпы студентов переходят через дорогу между корпусами, они не успевают перейти. Поэтому пространство подстраивается под университет, который здесь расположен. А иногда бывает наоборот, университет под это пространство. Вот у вас как бывает? Как в твоём университете? Ой, ну у нас такая специфическая ситуация, правда в Нантере похожая. Нантере – это наш партнёрский университет, он обслуживает 92-й департамент, 92-й округ. Вот, как бы у нас довольно симпатичный кампус, вот сам кампус. Но вот этот весь кампус, он находится в таком вот no man's land реально. То есть там нет ничего. Это такое место пустое. Но там вот только стоит наш университет, кампус, и напротив государственный архив. То есть тоже очень большое здание. Но у них-то вообще современно. Три года назад построили там красивое, с каким-то там, не знаю, садик, там какие-то фонтанчики. То есть там очень красиво. Но вот эти два здания стоят буквально посреди ничего. А вокруг там автострады такие, то есть вокруг там какие-то дороги. И там очень мало какой-то инфраструктуры. То есть реально вот если мы хотим пойти поесть, вот поесть не быстро, поесть в столовой, а, предположим, посидеть, пообщаться, мы реально садимся на метро и едем. Или мы едем к базилике Сен-Дени, это туристическое место. То есть, ну, это все-таки там две остановки, да, на метро. Или мы вообще едем до Парижа. И выходим там, и там едим. То есть там нету, нету никакой инфраструктуры. Внутри кампуса, да, внутри кампуса. Там есть кафе, внутри кампуса есть, ну, есть столовая, есть какие-то места, где можно посидеть, отдохнуть, там покурить, пообщаться, потусоваться. Там очень такой, ну, там реально улучшают все время кампус. Пытаются улучшать. То есть там большие усилия делаются, все это есть. То есть, но вот внешне, когда выходишь, конечно, это не то же самое, что студенты там в Сарбоне, которые выходят, и там Париж. Очень приятно. А у нас мы выходим, и там пустота. Некомфортно, особенно вечером и ночью. То есть вот развитие территории, это дело такое тяжелое. Это дело, это сложное дело. То есть оно медленное, оно трудоемкое. Да, но вот мы, конечно, как сказать, рады, так сказать, развивать свою территорию. Вот. А сам кампус выглядит современно. То есть именно это место построено не так давно. Вот. У нас бывали ситуации, когда у нас блокировали здание, ну, на месяц, допустим, у нас не было никаких занятий. Вот такое у нас бывало. То есть у нас есть... Это когда протесты были такие, когда были демонстрации? Ну, уже несколько раз такое было. Я сейчас просто, может быть, не помню точно по каким поводам, но у нас было несколько таких вот странных событий, связанных с захватом пространства. То есть пару раз на волне протестов в стране, там, против Трудового кодекса, допустим. То есть там есть как? Там есть группа активистов внутри университета, которая все это организует. И у них есть некая группа поддержки извне. Какие-нибудь анархисты, там, я не знаю, какие-то борцы. Вот. И, как правило, когда они решают заблокировать университет, то есть, видимо, эти борцы, они где-то ночью там подъезжают, а те тоже, в общем, они блокируют вообще вход. А дело в том, что во Франции есть закон, что полиция не имеет права входить в кампус. Потому что кампус – это как бы государство в государстве. То есть ректор может своей властью, ну, ректор называется президент у нас, то есть президент университета может своей властью, ну, вызвать полицию. Но, как бы, как правило, это осуждаясь университетским сообществом. То есть считается, что у нас, вот, типа, там собирается такая генеральная ассамблея, решает заблокировать университеты и блокирует. Но дело в том, что на эту генеральную ассамблею там ходят далеко не все. Там пришло, допустим, 200 человек, а в университете-то тысячи учатся, да. То есть, значит, это все очень странно. То есть они блокируют, и потом вообще никто не может не учиться, не ходить, ничего. Вот, а один раз вообще была такая очень, как бы, стрёмная для руководства университета ситуация, когда группа студентов провела каким-то образом, не знаю каким, мигрантов внутрь здания, и там они спрятались. И в какой-то момент выяснилось, что внутри здания забаррикадировались, ну, я не знаю, там, ну, какое-то количество человек, допустим, 30, может быть. Вот, и они попросили, типа, убежище, они сказали, что они бездомные, им негде жить, они будут тут жить. Выступила группа студентов и даже, кажется, преподаватели, которые это поддержали, что, мол, раз им негде жить, пусть живут. Но это была огромная проблема, потому что университетское здание не приспособлено для того, чтобы в нем жили люди, чтобы они там вставляли свои кипятильники и так далее. Но, тем не менее, вызвать полицию – это не в традициях нашего университета. То есть ректор даже не может себе это позволить. То есть ректор – это выборное лицо, то есть мы его выбираем общим голосованием, оно, они, ну, как бы это был бы акт негуманизма. То есть, и, в общем, маялось руководство университета с этим несколько месяцев. То есть это было реально проблемой, потому что жалко людей, этих мигрантов, и жалко, ну, и страшно, что они там что-нибудь, ну, что-то пойдет не так с проводкой там или как-то. И потом, в общем, эти все здания были, в общем-то, честно говоря, не в очень хорошем состоянии. А потом университет заблокировали, какие-то люди вообще изрисовали нам там все здания. Министерству пришлось давать деньги на ремонт. То есть, в общем, там у нас, знаете, такие драматические события были вообще. И я даже помню, что у нас был прием на магистрские программы один год, когда мы проводили его вне нашего здания, потому что наш кампус был в таком состоянии, каком-то адском. Поэтому, понимаете, кого-то еще учить захватывать пространство мы как бы не будем, потому что нам... Все готовы. Нет, ну, мы как раз... Это очень большая проблема, как вот найти компромисс между людьми, которые хотят учиться, хотят тишины, хотят быстрый диплом получить, и людьми, которые используют университет для политической борьбы. Для политической борьбы за права мигрантов, для политической борьбы против реформ. Вот, то есть... Ну, и, кстати, схожие события были в Сарбоне. Ну, без мигрантов, конечно, но вот захват здания был даже в Сарбоне, в центре Парижа. То есть, всякое бывает у нас, да. Это университетская автономия, она эксплуатируется кем-то ради достижения своих политических целей, демонстрации этих целей. Конечно, в России это исключено, вообще-то говоря, да. Но в то же время это очень-очень яркий пример, как две группировки, как бы вокруг университета, да, какие-то разные могут быть. Очень интересно. Соня, я хотела еще спросить, а бывает что-то типа диплома у твоих студентов, да? То есть, как они выпускаются? У них что-то, какой-то вариант итоговой работы типа диплома есть или нет? Ну, да, конечно, в зависимости от типа программы они сдают итоговую работу. То есть, ну, на факультетах искусств там какое-то творческое задание есть. Ну, у меня более текстуальный там, да, то есть, ну, у нас, в общем, на разных программах есть или то, что называется в России магистрская диссертация, то есть человек что-то пишет, грубо говоря, ну, там, страниц на 80. Или, причем у нас магистрские программы, есть первый год магистрский, второй, М1, М2. То есть, они пишут зачастую и на М1, и на М2. Или, если это вот такая, как бы, более бизнес-ориентированная программа, то там есть так называемый отчет из стажировки. Но этот отчет, он такой большой. То есть, вот у нас на нашей программе по менеджменту, там студенты пишут отчет на трех языках. Вот у них, например, английский, французский, русский. И вот они пишут на французском большую часть, там, с анализом рынка, на котором предприятие находится, анализ самого предприятия, там все подробненько, да, свои собственные функции, миссии и так далее. И синтез на английском и на русском, там, по 10 страниц. То есть, таким образом, они демонстрируют знание языков и знание самого предмета, как бы. Вот. Ну, то есть, чем более программа является абстрактно-теоретической, тем более и работа является абстрактно-теоретической при том же объеме, да, а чем она более практическая, тем и итоговая работа практическая. Но всегда есть. То есть, во французском, во французской традиции очень важна писанина. То есть, во французской традиции большая часть экзаменов письменная, очень много работ письменных, то есть, там очень важно умение писать, на самом деле. К сожалению, не все это, как бы, умеют, но... Вообще, во французской университетской системе это важная вещь. То есть, они там очень много тренируют на синтез, как бы, чтобы синтез, анализ, вот, как бы, структура. Поэтому, да, это все есть. Я-то хотела спросить, насколько выбираемые темы, они включают вот эту городскую повестку, развитие городов, какое-то влияние или анализ лояльности жителей к городам и так далее. То есть, есть какой-то интерес вот к этой полезной части, да, полезная часть, то есть, изменения в городах, изменения пространств. Или они выбирают какие-то абстрактные теоретические вещи, никак не связанные вот с повседневной жизнью, с таким городским бытом, скажем так? Ну, нет, но это все зависит от того, какая программа. Разумеется, на социологии очень много пишут о социологии города. Например, там может студент выбрать тему, предположим, там продавцы, но вот там есть люди, которые продают, вот, например, неофициально там продают овощи. Человек может изучать этих продавцов и написать об этом работу, да. То есть, люди вот на социологии, они чего только, они изучают. Все привязано к городу, городскому пространству, естественно. То есть, там много. Ну вот, что касается студентов, которые анализируют предприятия в своих работах, то, в принципе, они тоже, там есть анализ как бы пространства, но, наверное, это не самое важное. То есть, там все-таки важнее анализ рынка, да, на котором находится это предприятие. То есть, рынка, имею в виду более экономические, да, вот, экономическое пространство важнее, но, конечно, они, есть там пункт анализа, да, вот, пространственная структура, там, организации, там, как человек приходил на эту работу, было ли там это комфортно, это все есть. Но это, как бы, может быть, не самое важное. Вот, значит, на юридических программах, ну, они там анализируют, ну, законодательные акты или какие-то документы, зачастую связанные с повседневной жизнью, как любые, как бы, часто законы связаны с нашей жизнью, да, то есть, там, как бы, есть... Ну, это, какая-то практика, да, такой юридичный. Да, ну, у нас, конечно, практически ориентированных работ много, да, конечно. Но искусство, разумеется, то есть, искусство, там тоже оно связано, то есть, там, выставки какие-то, искусство и город, ну, как везде, да, вот эти все институты, там, и арт, масса всего. Поняла, поняла. Да, ну, это очень интересно, и, безусловно, для меня какая-то другая картина открывается, особенно вот с этим блокированием университета, и, с одной стороны, этого нет и быть не может в России, а, с другой стороны, похожесть и мотивов, и групп, вот эта сегментация, да, студентов, это ужасно, ужасно интересно. И мы так очень интенсивно, но почти целый час проговорили. Такие вопросы, ну, один большой вопрос или просьба такая для тебя уже в конце. Вот это симпозиум, который мы проводим, называется «Городской патриотизм». Кстати, это не случайно, потому что в Екатеринбурге лет 15 назад была такая стратегическая программа «Городской патриотизм. Я гражданин Екатеринбурга». Она была основана, знаешь, на чём? Очень интересный был мотив у властей тогдашних городских. Они активно развивали город, им самим город нравился, он, кстати, и нам нравится, ну, вот мне, например, очень нравится, приезжай, я тебе всё покажу. С удовольствием, спасибо. Мне нравится, мне нравится, да. И тогда, ну, они поймали себя на том, что очень много людей критикуют город, который вот так строится, развивается, и не гордятся, да, и никто не говорит так вот радостно, что я патриот Екатеринбурга. И тогда они решили сознательно действовать в этом направлении, вот в рамках стратегической программы учить людей любить свой город, да. Поэтому вот городской патриотизм возникло такое клише. И, конечно, более распространённая терминология – это локальный патриотизм, когда к своему, там, ну, вот региону, да, ну, в общем, к какой-то локации, даже можно сказать, что бывают патриоты своего дома. У нас очень интересная терминология, есть примеры этого, такой кейс Республика Ладыгина. Жители одного дома, они объединились, они изучают дом, организуют там праздники, фестивали, проводят экскурсии и проявляют они тоже солидарность. Сейчас во дворе их дома хотят построить высотку, и они сопротивляются этому, они в суд подали и прочее. Короче, у нас этого локального патриотизма вообще вот так вот очень много разного и всякого. И нам интересно про это говорить. Это я объяснила тебе, почему мы вот про городской патриотизм, да. Но когда мы вот эту делали медиапрограмму, то выяснилось, что заявленная нами междисциплинарность, потому что, на самом деле, очень разные исследователи могут смотреть на этот феномен, как жители лояльны городу. Наша идея заключается в том, что чем более лояльны жители к территории, тем выше её конкурентоспособность, потому что они оставляют здесь таланты, деньги оставляют там. То есть вот если бы вокруг вашего кампуса были там кафе, рестораны и так далее, то вы бы там остались и там бы деньги, да, оставили, например. Ну, грубо, но это вот схема, да, это так работает. Но очень интересно в одном из эфиров родилась у нас идея, что вообще-то любовь к городу, как вот патриотизм – это любовь, да, к стране, к месту, и любовь к городу – это очень эмоция. Мы позволяем себе любить что-то, что не человек, что не живое, это просто город. Но мы позволяем себе именно эмоцию проявлять к нему, фиксировать её и так далее. Скажи, пожалуйста, во французском языке и вот в таком просто дискурсе разговоров о городе есть ли вот эта эмоция, право на эмоцию к городу, или это только оценка его как вот среды, где ты себя проявляешь? Насколько эмоциональна любовь французов во французском языке в твоём окружении? Ну, в общем, что ты об этом думаешь, исходя из своей французской перспективы? Ну, я бы сказала, что на этот вопрос очень по-разному можно ответить. Вот я говорила, что я работала в Авернии, в Клермон-Феррани сначала, и потом в Париж-8. То есть просто городок Сен-Дени, где находится наш университет на окраине этого города, он это всё-таки, то есть это очень особенное место, и там есть действительно ассоциации, которые работают для этого города, там есть локальный патриотизм, но всё-таки это сателлит Парижа. То есть когда мы там зададим этот вопрос, эмоции по отношению к чему, там можно встретить немало людей, которые как бы считают себя в Париже. То есть они находятся в Сен-Дени, но на самом деле они как бы любят Париж. Конечно, что касается небольшого города, вот когда город 300 тысяч жителей, это совсем другое дело. То есть там действительно всё делается для того, чтобы люди оставались, чтобы молодые специалисты оставались в этом регионе, чтобы они там любили регион, то есть там организуются фестивали, там организуется благоприятная среда, там строятся общежития, там делается всё, чтобы люди там чувствовали себя хорошо. То есть это, я бы так сказала, это культивируется. Что касается... То есть нам не до того, понимаете, Парижский регион там выжить бы, там это транспорт, Субурли, то есть, естественно, эмоции есть, но реже, чем вот в провинции, да, там вот как-то, кто-то говорит, «люблю я свой город», ну вот там что-то такое, вот такая эмоция, и она как-то реже, гораздо чаще наоборот. «Ой, опять метро, опоздала», я... То есть вот действительно нет места, вот в быду нет места этому. Тогда как в том городке там, да, там это было, когда студент приходит и говорит, «Ой, как я сейчас на машине ехал, из моей деревни по полям, и вот я сюда приехал». Ехал, хотите шоколадку? Ну, как-то так, вот там это было как-то более расслаблено, конечно. Да, вот, а что касается слова «патриотизм», оно во Франции считается абсолютно устаревшим. То есть там сейчас вообще употреблять это слово, я бы не рискнула, конечно. То есть оно использовалось там в период Первой мировой войны активно, и Второй мировой войны, вот во время французской оккупации, когда вот там было правительство Липена, да, при оккупации, оно очень насаждало этот патриотизм, на плакатах там это все писали, там типа «семья, страна, труд», то есть вот такие лозунги там как бы правильные. Вот, и это слово, оно себя несколько дискредитировало, то есть оно всегда связано с каким-то консервативным… Там вот, там во Франции, я имею в виду, я знаю, что в России все по-другому, естественно, да, во Франции слово «патриотизм», оно как бы тесно попахивает словом «консерватизм», и словом, ну, вот закрытость, правость, фашизм, коллаборационизм, вот реально. То есть, нет, конечно, есть, то есть есть отдельные места, в которых это еще используется. Предположим, какой-нибудь там, не знаю, музей там армии в провинции, он может это, ну, то есть это не запрещено, но как бы в Париже как-то апеллировать к патриотизму, это как бы странно, то есть это просто слово ушло, да, то есть оно как-то чем-то не тем пропахло вот во Франции. Поэтому используются иные слова, скажем так, для выражения своей эмоции именно городскому пространству. Да, можно говорить как-то, ну, вот не именно этим выражать. Какие это слова? Переведи их, пожалуйста, что люди говорят? Ну, они говорят про городскую пространство, ну, там приятное место, интересное, там возбуждающее, привлекающее, такой город бурлящий, там есть возможности, да, то есть я там чувствую себя хорошо или я там чувствую себя, предположим, не очень, да, они говорят, я как я себя чувствую, да, мне здесь там интересно. То есть, ну вот, просто само слово патриотизм, оно как бы напоминает о какой-то замкнутости, о привязанности к своей патрии, то есть патрии – это родина, да, но о привязанности к своей родине, которая как бы не включает космополитизм, интернационализм, а поскольку у нас это сейчас по-прежнему еще не знаю, что будет дальше, потому что мы переживаем сейчас очень трудные времена с терроризмом и так далее, но вот все-таки в моде по-прежнему определенный интернационализм и космополитизм, особенно в университетской среде, да, поэтому вот используются как бы другие слова, которые как-то напоминают о современности и об открытости, о нашей открытости миру. Да, мы об этом еще в самом начале говорили, что рассуждение, ну, видишь, здесь есть некоторое противоречие в том, что мы обсуждаем патриотизм как любовь вот типа к родине, к стране, да, к нации, возможно, и патриотизм как любовь к месту, городу. Вообще мы выяснили за это время, что любить город – это безопаснее для молодых, например, это даже продуктивнее, и этого как раз в России не стесняются. То есть у нас тоже не принято любить родину, у нас принято любить город. Вот город можно, об этом можно говорить честно, это не стремно, а вот родину любить – это стремно. Поэтому, да, у нас, может быть, меньше космополитических каких-то, да, амбиции, идей и идентичности космополитической, но у нас вот есть вот эта вот локальность, и, между прочим, Екатеринбурга ее очень много, ну, так сложилось там много разных причин. И мы часто говорили во время подготовки к симпозиуму, на самом симпозиуме, будем говорить, в медиапрограмме, мы говорили, что есть определенное противоречие между тем, чтобы быть привязанным к месту, любить это место, вкладываться в него, и вот этими возможностями мобильности, да, типа мир открыт, там все такое, ну, исключая сейчас закрытость границ там из-за ковида и прочее-прочее, но, в принципе, как глобальная возможность, она все-таки есть такая для каждого человека, да, теперь не так, как было там в Советском Союзе. Это да, это очень интересно, видимо, что человек выбирает для себя, что для него, вот какая линия сильнее, важнее, и больше ему подходит, просто больше ему подходит. Ну, это очень прикольно, это очень прикольно, что даже на уровне языка, что вот нет синонима, а есть, как ты описала, как это встречается, да, в обсуждении, в оценке, в рассуждениях и так далее. Не, ну, просто именно это слово просто для Франции, это страница очень мрачная, период французской оккупации, а вот просто, как бы, руководство страны, оно очень использовало тогда вот это слово патриотизм, и это просто отразилось на плакатах, на какой-то там, в музее это видно, но, то есть, именно поэтому, мне кажется, что поэтому, как бы, это слово сейчас, оно вот, ну, я говорю, вы ищете просто другие какие-то слова, то есть это было бы очень странно его использовать во французском сейчас, в современности. Да, так часто. Но, может быть, оно вернется, может быть, это вернется, потому что сейчас просто вот из-за атак вот этих террористических, из-за, ну, опасности, из-за того, что у нас возникает ощущение, что наша культура, наши ценности в опасности, да, то есть, возможно, что будет усиливаться, да, вот локальный патриотизм и вообще, то есть, и приверженность своим ценностям, своей культуре, это может стать важным моментом, да, вам может на новом этапе стать это иначе по-другому важным. А космополитизм отойти куда-то в сторону, как что-то менее важное, то есть, неизвестно. Мы стоим реально на перепуте сейчас на очень просто, на очень серьезные изменения, очень потрясение большое, как бы, было от всех этих терактов, особенно, когда учителю отрезали голову, это вообще, ну, вот в этом, этой осенью был такой эпизод ужасный. Да, поэтому, честно говоря, у нас сейчас там происходит и на уровне законодательном, и на уровне обсуждений, и на уровне обсуждений связи университета и общества, между прочим, там была большая дискуссия, но нет сейчас времени, конечно, это все обсуждать подробно, но, в общем, мы стоим где-то на пороге, возможно, перемен, да. Это очень интересно, и очень жаль, что у нас уже больше нет времени для этого, потому что уже так много времени прошло, Соня, дорогая, это было очень интересно сейчас поговорить и так многое узнать, но для меня было бесценно не только то, что ты рассказываешь, как это у вас жизнь там идет, но и то, как ты это оцениваешь, да, вот просто твоя картинка, твоя интерпретация, для меня это было даже важнее, чем то, что фактологически происходит в твоем университете. Большое спасибо за то, что мы сейчас поговорили, это было замечательно, и этот прямой эфир был, я уверена, позитивно тоже оценен, я вижу там вот эмоции, всякие нам сердечки посылают и так далее, и люди нас слушали, потому что вот Настя вопрос задавала, какие синонимы. То есть все получилось, большое тебе спасибо за это. Спасибо тебе тоже, очень приятно. И ты полноценная участница нашего симпозиума, да. Да, это получилось, да. Спасибо тебе, дорогая, до новых встреч, мы давай в эту дискуссию, может быть, продолжим дальше, и что-то будем, ну, обмениваться этим, ладно? Конечно. Хорошо. Спасибо. Пока-пока, спасибо. Друзья, спасибо, кто нас смотрел. Мы встретимся еще в следующую среду. Соня, ты теперь знаешь наш инстаграм, ESE, поэтому в следующий раз, кстати, мы будем говорить с таким очень интересным человеком из нашего Уральского федерального университета, Алексеем Клюевым, доктором экономических наук, профессором, и он как раз будет говорить про третью миссию университета. Можно сравнить вот это между собой. Хорошо. Большое спасибо. Пока-пока. Очень рада была видеть. Счастливо. Пока. Наш эфир закончен. До свидания. Пока-пока. До свидания. Пока.